Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире «Бьюти Тайм». Всем здравствуйте. Смотрите в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Начавшийся лет пять назад всплеск активности челябинских дизайнеров одежды сегодня дает свои плоды. В нашем городе выросли и окрепли успешные модные бренды с ежесезонными коллекциями и показами, конкурентным качеством как масс-маркет-брендам, так и люксам и армии поклонников. С яркими представительницами модной индустрии мы встретились на фотосъемке для летнего лукбука, коллаборации брендов «Бернини», «Мастхэв» и обувного проекта «Черри Бун». Вообще бренд существует около 7 лет. Раньше занималась продажами одежды, работала через интернет. Решила именно вплотную заняться производством обуви. Мы заключили договор с крупным производством в Китае. Сами подбираем модели, где-то прорисовываем, где-то нам скидывают фотографии клиенты, которые какого модели они бы хотели видеть в своих магазинах. И мы уже комбинируем какие-то детали, и в единое целое их получается модель. Мне просто интересен заниматься именно обувью, а не одеждой. У меня это лучше получается. Уже сама знаю, что хотят клиенты, что хотят оптовые клиенты для своих магазинов видеть. Для нашей сегодняшней фотосъемки мы подобрали самые яркие модели, которые пользуются большой популярностью сейчас у нас в продажах. И с дизайнером одежды, марджиной, мы придумали образы для девочек, и сами в них поучаствуем, поучаствуем в этой съемке. На самом деле все съемки проходят очень спонтанно, ну в нашем случае. То есть, да, мы к ним готовимся буквально 3-4 дня, вот, а образы собираем быстро, в попыхах. У Кати просто очень частые поставки, и, естественно, нужно донести до клиентов, да, какие-то новые модели, новые тенденции. То есть, вот с нами, например, работает Хэппи, это Алиса, это дизайнер аксессуаров. И своими аксессуарами они дополняют наши образы, делают их более красочными, более интересными. Сейчас решили взять такой более упрощенный вариант, то есть мы не создавали какую-то конкретную концепцию. Мы взяли просто стрит-стайл, сейчас лето. То есть, и я думаю, что такой стиль фотографий, наверное, он более понятный для обычных людей. То есть, это, можно сказать, обычные повседневные вещи, это обычные уличные локации. То есть, эта съемка показывает то, как можно носить эту обувь в обычной жизни, в повседневных образах. Рекламные фэшн-съемки всегда создают историю и атмосферу. Сегодня это стильные горожанки, знающие, как при помощи аксессуаров и комфортного летнего аутфита приковать взгляды всех окружающих. В этой модной истории также приняла участие наравне с профессиональными моделями успешная бизнес-вумен и известная модница Анна Горобец. Дизайнера мастхэп я знаю уже больше года. Ксюша очень хорошо дружен и по бизнесу пересекаемся очень часто. Я, мне кажется, почти все скупаю новые коллекции у нее, потому что очень качественная одежда, яркая, неординарная, ну, в принципе, как на мне вот это платье. Что касается обуви, у меня вечная проблема, у нее очень маленький размер ноги, там, 34-35, и мне очень сложно в обычных магазинах подобрать обувь. Поэтому, когда я узнала о бренде Черепум, я увидела, что это российское отечественное производство, меня очень заинтересовало, потому что я сам отечественный производитель, и мне хочется всегда поддержать всех, кто начинает. Безумно приятно, что молодые дизайнеры у нас в России, они убирают обороты, и это вообще очень здорово. Поэтому обувь я и тоже с удовольствием ношу, прям вообще очень люблю. Начинающих бизнесменов поддерживаю не только я, но и журнал «Собака». Сегодня случится замечательная премия ТОП-50, где я номинирована в разделе «Бизнес». Я желаю девчонкам удачи и очень хочу, чтобы на следующий год кто-то из них был обязательно в этой премии номинирован. Все, чтобы провести это лето стильно, активно и комфортно, у нас в городе есть. А учитывая, что со всеми представителями фэшн-индустрии можно пообщаться вживую, намного легче будет привнести своей индивидуальности и реализовать самые смелые модные желания. В современной моде возможно все, в том числе и шелк в зимних коллекциях и мех в летних. Но есть и такие материалы, которые не изменили своей сезонной принадлежности, и в их числе лен, что предложили дизайнеры этим летом смотрите далее. В дизайнерских экспериментах, когда в одной модели сочетается шелк и кожа, хлопок и органза, кружево и трикотаж, такой материал, как лен, участвует редко. Видимо, он настолько самодостаточен, что комбинировать его с чем-либо модельеры не видят смысла. Классика жанра лен натурального цвета. Как правило, это свободная одежда, которая выглядит стильно каждый летний сезон. К тому же выглядит адекватно как в городских условиях, так и на курорте. Идея яркого льна в моду пришла относительно недавно, а может и не было технической возможности окрашивать этот материал. Но благодаря прогрессу и фантазии дизайнеров, мы имеем возможность носить яркие вещи все того же лаконичного кроя. Ну и, наконец, участие принта на этом натуральном полотне также разнообразит модельный ряд летних коллекций. И даже если жарких дней в этом сезоне не предвидится, пережить лето на эмоциональном уровне помогут льняные платья и туники. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Соне Кривой 30. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 классу. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com. Запись на экскурсии по телефону 264-6109-214-59-99. В кинотеатрах «Киномакс» все фильмы за 99 рублей до 11 утра. Все тренды лета в коллекциях «Пенни Блэк» от «Макс Мара Фэшн Групп». «Пенни Блэк» ТРК Куба. Первый этаж. Это «Бьюти Тайм» далее в выпуске «Мода как бизнес». История людей, которые решили посвятить себя фэшн-индустрии и добились в этом больших успехов. Глядя на нее, кажется, что она родилась для того, чтобы делать этот мир красивым. Помогать людям одеваться со вкусом. Карьера Оксаны Лебедко началась в магазине ткани и доме моделей. После была работа управляющей и байером в известном мультибрендовом бутике. Идея открыть свой бизнес реализовалась тогда, когда появилась помощница в лице старшей дочери. К тому моменту Ярославна уже стала дипломированным экономистом. Вслед за салоном белья «Феромон» открылся бутик «Школа». Школа, потому что это больше, чем место, где можно красиво одеться. Это скорее клуб, где близкие по духу люди проводят время в общении, получая новые знания. На самом деле к этому интерес был всегда. Я всегда хотела выглядеть не так, как другие. Я одевала своих кукол, причем очень тщательно одевала. Я им шила нижнее белье. А уже будучи в шестом классе, когда мне было 12 лет, на уроке труда, я сказала, что я не хочу шить ночную рубашку. Я хочу шить сарафан. И сейчас она моя коллега, а на тот момент она была моим педагогом, Валентина Ивановна, она мне сказала, ну хорошо, если ты считаешь, что ты справишься, шей. И я шила себе сарафан. Профильное образование мое на самом деле складывается очень интересно, и достаточно непросто. Я решила, что я буду художником-модельером. Но так как в Челябинске высшего учебного заведения на тот момент не было, я поступила на техническую специальность, на инженерно-строительный факультет. Я почему-то решила, что я могу быть архитектором, но проучившись там буквально два года, я поняла, что это вообще не мое. Я вышла замуж, родила ребенка, и я ушла с этого института на факультет сервиса легкой промышленности. Вот там я была уже в своей среде. Заслуга родителей, заслуга моей мамы. Но она покупала всегда интересные вещи, которые меня всегда украшали. Меня, моего брата. Что в семье всегда все было красиво. Была красивая мама, была чистота в доме, был красиво накрыт стол. Вот именно все было красиво. Конечно, у меня был юношеский максималист, который не обошел меня стороной. Когда ты, наверное, находишься в этом подростковом возрасте, тебе кажется, что нужно обязательно все ультрамодное. Ты не понимаешь каких-то даже законов физики и законов пропорций. И на самом деле она на меня не давила. Просто я приходила, смотрела на нее, на ее обстановку. И, наверное, уже просто сама догадывалась, что хорошо, что плохо. Я не настолько смелый человек в плане бизнеса. И мне это было достаточно тяжело. И вот когда уже подросла моя дочь, получив экономическое образование, я, наверное, почувствовала, что у меня есть рядом человек, с которым, наверное, мне уже ничего не страшно. Она достаточно обладает сильным характером. Вот. И она очень ответственный человек. Если Оксана видит красоту, я вижу цифры. Вот, наверное, поэтому у нас такой неплохой тандем с ней. А именно в работу я окунулась, наверное, с момента своей свадьбы. Нужно было готовиться, создавать три разных образа. И я, наверное, в этот момент оценила важность ее работы, важность ее труда, которым она занимается всю жизнь. И после этого, с течением обстоятельств, у нас получилось уже открыть свои проекты, в которых я ей помогала именно как экономист, как финансист, как организатор поездок, мероприятий. Ну, так как правая рука, как личный помощник. И этот бизнес как-то вот, он очень легко пошел. Феромон, он буквально решился за две недели. А когда уже попробовала что-то сделать одно, да, белье это интересно, белье это фундамент каждого гардероба, но мне хочется больше, мне хочется шире. Только это был вопрос времени. Они оба ребенка, и как в любой семье, они разные. Абсолютно. Разная концепция, разная подача, два разных направления. Но работают они все на красоту, на моду, на нас, девочек. Даже когда я отбираю вещи где-то на отборке, там, в шоуруме, я всегда смотрю и думаю, ну, вот это платье, это точно платье для Саши. А вот это платье для Ольги, вот прям на нем написано «Ольга». Это происходит только потому, что я достаточно близко знаю своего клиента. Ну, вообще, клуб, да, формат клубной системы, ее можно применить в любой сфере. Это, так скажем, наивысший уровень в индустрии услуг. И клиентам почему-то у меня тоже такой вот подход, как материнский, что ли, мне потом хочется этого человека опекать. Мне хочется как-то в дальнейшем с ним сотрудничать, иметь с ним контакт, полезна ли ему эта вещь в гардеробе, насколько она себя окупила. Ведь вкладывая деньги в гардероб, мы деньги вкладываем в себя, в свое будущее, в свое продвижение. Разбор гардероба, сопровождение в других магазинах создания и имиджа, спектр растет и растет с каждым днем. Я не могу сейчас сказать, что кризис – это плохо, или кризис – это страшно, или вот этот кризис, и сейчас все начнут одеваться там в масс-маркет. Нет. Кто одевался в масс-маркет, тот будет одеваться в масс-маркете. Кто любит качественную одежду и индивидуальный подход, те будут одеваться качественными. Просто мы теперь будем более расчетливыми. Мы будем очень четко формировать свой гардероб и очень четко планировать свои затраты. Планы есть. Планы пока, конечно, грандиозные. Что из этого выйдет, увидим. Мысли есть, идеи есть. Сейчас, конечно, мне их трудно обрисовать, какую-то четкую рамку, но о том, что мы будем двигаться, это я просто уверена однозначно. Скоро в «Бьюти Тайм» проект «Мое новое тело». Об идеальной фигуре мы говорим с точки зрения генетики, эндокринологии и косметологии. С практической точки зрения важно, конечно, знать гены, но еще важнее уметь управлять ними. На основе генетических исследований специалисты подбирают индивидуальную специальную программу, которая позволяет наиболее эффективно допустить процессы выделения и детоксикации в организме. Смысл всех этих анализов заключается в том, что не только в том, чтобы сказать, есть ли у человека риск ожирения или нет. Я не думаю, что он будет очень рад услышать о том, что у него есть риск ожирения. Он хочет знать, как этого избежать. Три точки зрения на детоксикацию организма в проекте «Мое новое тело». Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Маммопластика. Пересадка волос. Блефоропластика. Липосакция. Ринопластика. Лазерное омоложение. «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф». «Империал фэшн». Собираем безупречный гардероб, женственные платья и ультрамодный спортшик. Самая модная обувь и аксессуары итальянских дизайнеров. «Империал фэшн». Из Италии с любовью. ТРК «Фокус». Третий этаж. «Имидж-клуб Светлана» при поддержке компании «Сады России» представляет профессиональный конкурс юных моделей «Бэби-модель-2017». 23 июня. Дворец пионеров на Алом Поле. Подробности на сайте светлана74.ру Подарки к началу лета от «Тессуры». Скидка 10% на все. Только две недели. Салон ткани «Тессура» на Тимирязево 26. Вы смотрите «Бьюти-тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу-коммент» в завершении выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все сюжеты «Бьюти Тайм» в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших ютуб-каналах. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой.